У королевы спорта легкой атлетики поклонников много. Яркое тому доказательство первый Брестский полумарафон. Беговое мероприятие такого уровня в городе Надбугом прошло впервые. Официально зарегистрировались порядка тысячи человек из семи стран. Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Латвии и Германии. Прежде всего это агитация за здоровый образ жизни, зарождение новых традиций. И прежде всего, конечно, это наше население очень сильно поддержало. И как вы видите, здесь участников достаточно много и разного поколения. Есть и профессионалы, есть и жители нашего города Бреста, есть и любители просто легкой атлетического вида спорта. Поэтому я думаю, получится все хорошо. Еще порядка 500 любителей бега присоединились к бегунам на старте, чтобы преодолеть дистанцию без учета времени. Активно поддержали полумарафон представители трудовых коллективов и организаций. Участие в подобных марафонах – это не просто спорт. Это мероприятие, которое объединяет, которое заряжает, которое позволяет людям проявить себя в чем-то новом. Вместе с любителями бега на старт Брестского полумарафона вышли известные персоны. Белорусская модель Ольга Хиженкова, призер чемпионата Европы, легкая атлетка Светлана Куделич, руководство Брестского горосполкома и общественных организаций. Поддержать участников приехала и именитая белорусская барьеристка Алина Талай. Брестский полумарафон проводится впервые, и мне хочется верить, что это будет такой традиционный старт ежегодный. Но и кажется, что, наверное, все-таки не случайно, потому что в мире сейчас спортивный образ жизни, вообще здоровый образ жизни набирает популярность, он в тренде. Я думаю, что и в Беларуси это будет немножко подыматься, и мы увидим еще не один полумарафон. Маршрут полумарафона пролегал по центральным улицам города. Участники на выбор могли пробежать три вида дистанции – 6, 10 и 21 километр. Для самых юных атлетов прошли детские забеги. И пока опытные спортсмены на трассе оттачивали свое мастерство, участники-любители испытывали свою силу духа и силу воли. Это первый раз на 6 километров. Такую дистанцию первой. Были поменьше, полтора километра были, два. Ну вот на 6 первый раз, и это хорошо. В следующий раз будем брать на больше километров. Это победа над самим собой. Это даже не каждый сможет записаться на эту трассу на 6 километров. А вот проехать – это для себя уже победа. Победителями основной полумарафонской дистанции – 21 километр – Сталипинская легкоатлетка Светлана Куделич и гемельчанин Владислав Прямов. Капризы погоды и достаточно сложная трасса по пересеченной местности не помешали мастерам показать хорошее время. Да, нелегкая дистанция, но я уже не в первый раз ее преодолеваю. Я уже знаю, что там делать и как себя вести. Все получилось. Мы тренируемся два раза в день на протяжении многих лет, поэтому нам легче было, чем некоторым людям. Сегодня получилось выиграть умного сильного соперника. Вот, как бы до конца боролись. Там я где-то за два километра до финиша только получилось немножко сделать отрывчик. Вот. Ну и как бы я уже убежал. А так, ну, эмоции хорошие. Вот, то, что как бы погода нормальная, не жаркая. И трасса хорошая. Все участники соревнований получили от организаторов памятные призы о город над Богом. И первый Брестский полумарафон успешно вошли в большую марафонскую семью. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.